всем добрый вечер рада вас приветствовать сегодня напишите пожалуйста как меня слышно можете пятерочки можете плюсики слышно да хорошо хорошо приветствую вас сегодня на нашей школе и приветствую вас вообще всех в нашем проекте в нашем бизнес-проекте новой эпохи это международный интернет проект супер мега проект а вот хочу сказать спасибо нашим основателям нашим верхним спонсором это кирилле и розанны не голуб за то что они создали такой классный проект которым мы вы все можете работать можете исполнять свои мечты идти к своим целям вот и здесь вы видите очень много вот таких вот значочков это наши команды которые состоят в этом проекте очень много их а вот и я нахожусь вот в одной из таких тоже команд давайте немного расскажу о себе зовут меня татьяна зазуля сегодня мы с вами будем проводить вторую школу новичка тема этой школы это ваши доходы в проекте бизнес новой эпохи это маркетинг план одно из основных то чем что манит как бы в нашей компании то ради чего многие мы сюда пришли это очень важная тема поэтому давайте поговорим о нем более подробно я интернет предприниматель и мама в декрете ну как бы совмещают приятное с полезным и хочу сказать что это очень удобно что я нахожусь со своей семьей всегда рядом то есть вижу своих детей и работают и строю свой бизнес нашей чудесной компании а вот поэтому если кто-то еще сомневается стоит или не стоит давайте будем приступать а скажите мне пожалуйста если у нас сегодня новички поставьте единички пожалуйста мы вас поприветствуем что вы пришли к нам наш проект решили есть у нас новички отлично виктория олечка приветствуем вас вы молодцы вы умнички что пришли к нам проект будете строить свои мечты и исполнять свои все планы которые вы поставили и хочу рассказать вот о нашей команде я нахожусь в команде сапфюрового директора песком ольги вот такая у нас классная дружная веселая команда вот мы очень часто любим вместе собираться проводить вместе время бывает на банкетах директоров а вот поэтому это очень классно быть в этой атмосфере быть в этой среде это очень классно и весело и хочу вам рассказать о своих мечтах а которые на данный момент у меня есть это самое главное самая глобальная мечта и цель моя то что в следующем году если кто-то не знает у нас будет проходить юбилейная золотая конференция она будет проходить на двух чудесных лайнерах компания нам вот к своему юбилею доставляют такую классную возможность мы сможем побывать в трех странах вот если кто-то не знает вот такие вот чудесные места мы сможем посетить вот такие вот виды мы на лайнере сможем увидеть и вот еще одни из моих мечт это дом мой собственный машина а вот напишите мне пожалуйста у кого какие цели сегодня на данный момент есть то о чем мечтает сегодня какие цены и планы вы себе ставите дом отлично аллочка у кого еще давайте активненько поучаствуем в чате дом квартира машина отлично хорошие амбициозные цели и планы у нас есть есть ради чего работать квартира хорошо молодцы и теперь давайте поговорим о том как мы можем прийти к этим целям и планам какими видами мы можем прийти к этим целям то есть кто-то работает на обычной работе кто-то занимается любимым делом и вот ну кому что по душе то есть обычная работа все мы когда-то работали на этой работе и знаем что на работу как на праздник идем радуемся что идем потому что ну знаем ради чего идем потому что денежки нужны всем и всегда вот но после работы ну как бы не всегда но очень часто бывает что мы такие вот как этот ежик или ежиха приходим отличные мечты у вас да приходим вот к своим родственникам своим родным и просто падаем поэтому я считаю что это не не самый лучший вариант всю жизнь проработать на такой обычной работе и вот он я вам тут показываю одну историю вот вратаря который на обычной работе вот он приходит на работу делает маленькую ошибочку и тут над вашим столом загорается красный фонарь и вот эти вот все люди начинают на вас просто наезжать грубо говоря вот поэтому ну как как начальником всегда бывает что если что-то мы сделали не так на нас сыпется куча и груда всяких угроз да на пятки и все остальное и как классно когда мы занимаемся своим любимым делом мы строим свой бизнес работаем в удобное для нас время в любом месте то ли это офис то ли это дома за своим можно на диванчике можно за столом вот где вам удобно то есть это очень классно напишите пожалуйста кто кто какой вариант выберет может быть есть такие люди которые еще на данный момент работают на основной работе потому что многие приходят в компанию в наш проект за дополнительным доходом так сказать то есть еще но боятся не хотят оставлять обычную основную работу а совмещают нет у нас уже такие да все у нас строят свой бизнес компании работаю дома хорошо на основной работе уже совмещаю отлично мариночка хорошо есть такие люди давайте перейдем дальше и совмещаю хорошо хорошо давайте я вам расскажу о том как можно работать и строить бизнес именно в компании хочу вам рассказать вот такую вот классную притчу притчу о любимом деле когда-то в дворец падишаха во дворце падишаха тихо опускалась на землю ночь и закончив с любимым делом поспав евнух выходит на работу падишах вызывает его срочно к себе и приказывает привести к нему его любимую шестую жену верный воли падишаха евнух отправляется на женскую половину приводит ту которую пожелал его хозяин и через час счастливая шестая жена уходит а падишах опять посылает евнуха теперь уже за десятой любимой женой евнух покорно исполняет волю падишаха и так происходит еще шесть раз потом раз за разом евнух приходит к падишаху приводит к падишаху его жен и отводит назад в женский покой наконец наступило утро взошло солнышко и уставший евнух ждет когда же его падишах заснет и тогда ему тоже можно будет уже отправиться поспать и отдохнуть но осторожно заглянув в покой падишаха евнух увидел что тот год и полон жизненных сил и энергии тогда евнух не выдержал и дерзнул обратиться к своему великому падишаху с вопросом о великий можно ли спросить тебя падишах добродушно кивнул головой тогда евнух задал ему всю ночь его мучивший вопрос как же так получается я ведь только водил к тебе твоих жен и отводил их обратно и просто ужасно устал а ты их целую ночь ублажал и все равно бодрый как встающее солнышко на что падишах загадочно улыбнувшись ответил дело в том что целую ночь ты занимался пустой беготнёй а я своим любимым делом вот в этом и секрет моей молодости и хорошего настроения очень классная притча она мне очень понравилась так давайте же мы будем заниматься своим любимым делом и никогда не будем уставать всегда чувствовать себя превосходно улыбающимися всегда на подъеме с эмоциями со всеми амбициями которые у нас есть и будем идти к своим целям и вот хочу вам привести вот такой вот пример вы решили купить машину вот я немножко здесь просчитала это вот для украины я считала если вы хотите просчитать для других каких стран ну можно перевести а вот если вы хотите купить машину вот такого типа в среднем ее можно купить где-то тысяч за 100 гривен а средняя зарплата по Украине у нас сейчас идет за ну три с половиной где-то тысяч гривен если вы будете откладывать на машину где-то по тысяче гривен в месяц ну оставлять жены на какие-то ну на еду на одежду на какие-то карманные расходы вот вам нужно будет на нее собирать 9 лет а вот но помимо машин и всего остального у нас же есть какие-то другие цели то есть мы хотим еще квартиру или дом если ну мы будем об этом мечтать мы же не будем на эти мечты и цели работать всю жизнь если только на одну машину собираем мы можем проработать целых 9 лет так давайте же мы задумаемся и решим что же все-таки для нас лучше и какие доходы мы можем получать работая в компании Reflame вот для Украины давайте посмотрим вот такие вот уровни все или не все может быть знают расскажу вам что у нас ну как бы так как наша компания международная в каждой стране идет своя валюта поэтому компания придумала вот такие вот баллы бонусы то есть ну это как бы единая валюта нашей компании то есть есть какое-то определенное количество баллов у каждого продукта и все эти баллы у нас суммируются и вот если вы консультант и у вас личных или групповых получилось 150 баллов то вы выходите на уровень 6 процентов доходы на этом уровне вот у вас от 78 гривен получается если вы консультант и у вас личные допустим 150 баллов а по группе у вас получается 500 баллов то вы вышли на уровень 9 процентов и ваш доход будет составлять от 240 гривен а если вы сделали личные 150 баллов по группе у вас 1000 баллов то вы вышли на уровень 12 процентов и доход ваш составляет от 900 гривен если вы сделав личные 150 баллов по группе у вас 2000 баллов то вы на уровне 15 процентов это от 1800 гривен и более ваш доход составляет потом идет у нас уровень 18 процентов тоже 150 личных и общие групповые баллы получаются 3 с половиной доход ваш составляет 3200 и выше на уровень 21 процент у вас по группе 5000 баллов доход от 5400 гривен более и когда вы вышли на уровень старшего менеджера вы открываете уровень директора у вас по группе 7500 и ваша зарплата составляет от 7600 и более и на этом уровне когда вы удерживаете этот уровень в течение 8 каталогов то помимо вашей зарплаты вы получаете еще единовременную премию 1000 долларов то есть очень классная возможность вот такие доходы мы сможем получать на работе которую мы выбрали то есть компания Reflame вот такие доходы причем это мы можем получать на уровне от до уровня директора а там лестница успеха уже идет выше и больше это для Украины мы рассмотрели такой вариант по России у нас немножко другие идут цифры здесь немного другие уровни то есть вы видите вот 3, 6, 9, 12, 15 и уровень директора у нас идет не 24 процента а это уровень 22 процента то есть уровень старшего менеджера вы открываете на уровне 22 процента и вы открываете автоматический уровень директора то есть первый раз вы вышли на уровень директора и 8 каталогов продержавшись на этом уровень уровне доход ваш составляет от 25 тысяч и более плюс когда вы продержитесь 8 каталогов компания вам выплачивает единовременную премию от 1000 долларов ой единовременную премию 1000 долларов ну а зарплата уже там будет от 25 и выше вот то есть вот такие вот классные возможности у нас есть в нашей компании и перейдем дальше в каждой компании на каждом предприятии есть свои вот какие-то аббревиатуры то есть везде есть вот ну какие-то вот свои расшифровки и у нас в компании есть вот такая вот ПЦ это потребительская цена то есть цена по каталогу то что мы видим в каталоге цены которые идут от цены склада ну со скидкой делает компания но это цена каталога то есть ПЦ минус 20 процентов ПЦ минус 20 процентов получается дисконтная цена и есть дисконтная цена то есть дистрибьюторская цена это цена уже для консультантов то есть для тех людей которые оформили скидку ДЦ плюс 25 процентов это получается потребительская цена то есть ваша прибыль 25 процентов от закупки и есть у нас объем продаж что такое объем продаж объем продаж это ваша дистрибьюторская цена минус НДС то есть все вот эти вычеты которые идут от государства и вот 1 балл то что я говорила это наша валюта компании 1 балл по ПЦ идет где-то в среднем 12 баллов по ДЦ это где-то 10 баллов а если просчитать 1 балл в объеме продаж то получается 7,56 гривен у нас идет уже с вычетом НДС и хочу вам рассказать вот такое вот несколько примеров давайте рассмотрим первый пример если вы сделали лично 150 баллов то вы вышли на уровень 6 процентов а какой то ход вы получаете на уровне директора то есть по объему продаж 1 балл это как я сказала уже это 7,56 гривен мы умножаем на 7,56 у нас получается объем продаж 1134 1134 на уровне 6 процентов чтобы высчитать мы умножаем на 0,06 и объем продаж у нас получается 68 гривен ну то есть в среднем это где-то приблизительно 70 гривен то есть это ваше вознаграждение если мы будем смотреть по акции очень классная возможность нам компания предоставляет такую акцию по которой мы можем дополнительно еще заработать она действует уже с 7 каталога до 11 каталога будет действовать чем она классная то есть если мы будем делать личных баллов тем больше мы будем получать свои доходы а вот за 150 баллов и больше за каждый балл нам компания платит 1 гривен итого ваш доход будет получать вот так как вы за уровень 6 процентов получили ваше вознаграждение 70 гривен мы прибавляем еще к тому что за 150 баллов личных нам компания заплатила 150 гривен то мы получаем 220 гривен и и если мы в следующем каталоге разместили заказ по дистрибьюторской цене где-то на 1000 гривен то вы получается ну отнимаете от этой суммы вот свою скидочку ту которую вы заработали в этом каталоге 220 гривен отнимается получается 780 гривен и если вы сделали заказ допустим не себе а вам доказали ваши клиенты сделали заказы то вам отдают эту денежку но вам отдают DC плюс 25 процентов то есть они отдают вам по ценам каталога каталога не со скидкой то есть у вас получается 1250 гривен и если мы отнимаем от этой суммы 780 гривен то что заплатили вы то есть ваш чистый доход получается 770 гривен то есть это очень классно на начальном этапе заработать вот такие вот денежки скажите классно как вы считаете слышно меня слышно очень классно да я тоже так думаю что это очень классная возможность что компания нам платит самых самого начала то есть все что вы заработаете на самом минимальном уровне вам компания за это выплачивает деньги то есть это очень классно потому что компания честная если кто-то вот начинает проверять допустим правильно ли выплатила или нет то есть поначалу если вы это будете проверять то вы убедитесь в том что в том что компания все до копеечки нам выплачивает и нигде никакого обмана ни в коем случае быть не может и так идем дальше второй пример на втором примере мы разберем вот такую ситуацию то есть если вы сделали 150 личных баллов и у вас есть три человечка которые тоже Наталья сделала тоже 150 личных баллов Ольга тоже сделала и есть у вас Екатерина но Екатерина сделала не 150 она сделала только 50 личных баллов то есть у вас по команде получается 500 баллов вместе с командой и если просчитать вот 500 мы умножаем на 7,56 то получается у вас 3780 гривен то есть на уровне 9 процентов вот 500 баллов это уровень 9 процентов рассматриваем ситуацию для Украины то есть вы видите это в гривнах то есть если вы находитесь в России или в Белоруссии напишите пожалуйста откуда у нас кто вот вижу Россия у нас здесь есть кто у нас еще присутствует помимо Украины какие страны у нас есть то есть там немножко ситуация у вас будет другая вот то есть вы для своей страны уже немножко другие Белоруссия есть отлично вот немножко другие просчеты у вас будут вот и если посчитать объемную скидку для команды то получается у нас 3780 мы умножаем на 0,09 то есть 9 процентов мы получаем для команды объемную скидку 3,340 гривен вот как мы на предыдущем слайде просчитали на уровне 6 процентов скидочка у нас составила 70 гривен вот и получается что Наталья и Ольга так как они сделали по 150 личных баллов они получают по 70 гривен это без учета акции то есть по акции они получают еще плюс 150 личных баллов это им компания платит за то что они сделали 150 и 1 гривен они получают за каждый балл вот 220 гривен у них получается у каждой но чтобы просчитать зарплату нам лично что мы делаем мы от этих 340 гривен отнимаем 70 умножить на 2 то есть у каждой вот эту вот объемную скидочку мы отнимаем это получается 140 гривен 340 минус 140 у нас получилось 200 гривен то есть ваш доход составил чистая ваша объемная скидочка составила 200 гривен но к этому доходу мы еще добавляем 150 почему потому что мы тоже сделали 150 личных баллов и получили 150 гривен вот по этой акции и того доход наш составил 350 гривен Катя у нас ничего не получает потому что она не выполнила условия она не сделала 150 личных баллов она сделала только только 50 баллов здесь все понятно напишите пожалуйста есть какие то вопросы понятно хорошо и давайте разберем третий пример здесь у нас по команде идут уже 4 человечка вот то есть это идете вы у вас личных 150 баллов и под вами идет Наталья которая уже вышла на уровень 9% у нее по группе 500 баллов Ольга тоже она идет на том же уровне 500 баллов у нее по группе и есть еще Екатерина которая сделала 150 личных баллов и Елена у которой только 50 баллов то есть смотрим здесь у нас по команде идет 1350 баллов вместе вот и что мы делаем мы просчитываем то есть объем продаж у нас получается 1350 мы умножаем на 756 у нас получается 10206 гривен общий объем продаж по команде и какой у нас уровень получается это уровень 12 процентов 1350 баллов ну чуть выше вот уровень 12 процентов это 1000 баллов у нас немножко выше получилось 1350 и что мы делаем чтобы мы просчитали объемную скидку на этот объем продаж мы 10206 умножаем на 12 процентов и получается у нас 1224 ну 72 копеечки вот что мы делаем из этой суммы мы воплачиваем каждому по его заслугам то есть кто на каком уровне как мы просчитали вот на предыдущем слайде за уровень 9 процентов человек получает 200 гривен то есть Наталья у нас вот на 9 процентов и Ольга на 9 процентов то есть они получают каждое по 200 гривен это без учета акций то есть они еще получают потом за личные баллы сколько они 150 баллов сделали значит к этой сумме приписывается 150 баллов и Екатерина которая сделала личные только 150 баллов она получает 70 гривен и считаем просчитываем скидочку которую получили вы отлично то есть объемную скидку 1224 мы отнимаем 200 вот за девочек за каждую Наталью отнимаем 200 и 70 гривен мы отнимаем то что заработала Екатерина то есть наш доход получается 755 гривен это наша скидочка и плюс по акции мы получили 150 гривен то в этом каталоге у нас получился доход 905 гривен вот то есть очень классная возможность как вы считаете как вам такой пример все ли понятно есть ли вопросы пишите хорошо переходим тогда дальше у нас есть вот такие вот возможности то есть есть два два варианта роста такой рост выберите вы то есть те люди которые приходят к вам в команду те партнеры они делают заказы ежекаталожно они могут делать заказы от 20 баллов и более то ваш рост будет выглядеть вот таким вот образом как на первой страничке то есть вы до уровня директора будете идти вот в течение 11 каталогов но вы можете вырасти намного быстрее если в вашей команде те люди которые будут приходить они будут делать по 150 баллов ежекаталожно то ваш рост будет немного быстрее то есть вы можете ну как бы выбрать или ту или ту картинку которая вам будет ну как больше по душе но я бы вам рекомендовала выбрать вторую картинку почему потому что если вы будете расти вот так как на первой картинке показано то есть если партнеры будут приходить и делать вот такие вот заказы по 20 баллов и больше то ну как бы первые денежки вы увидите не так сразу а если ваши партнеры будут приходить вы им будете объяснять что 150 баллов сделать не так трудно то есть это очень легко вот как их сделать вы можете услышать на наших других школах это есть вот школа у нас личный товарооборот вот то есть это очень просто и тогда вы увидите сразу ваши денежки вот ну как бы сразу со второго каталога вот на во втором каталоге вы сразу получаете вот уже 25 долларов и выше то есть вот такие вот возможности какую картинку выберете вы напишите пожалуйста какой рост бы вы хотели как на первой картинке показан или как на второй что вам больше нравится вторая картинка все-таки да да я вас поддерживаю я тоже думаю что вторая картинка все-таки лучше поэтому давайте к этому стремиться вот и еще я хочу вам рассказать вот такую классную притчу ну я думаю что многие может быть ее уже слышали притча о пассивном и активном доходах вот это притча про двух парней которые жили в маленькой деревушке это были павло и бруно они были молоды и как все люди они мечтали о жизни лучше для себя часто они делились друг друга мечтами о том как когда-то станут успешными людьми в своей деревне они не боялись никогда тяжелой работы искали всегда какие-то возможности вот чтобы добиться своих целей и осуществить свои мечты и как-то раз такая возможность им предоставилась потому что деревенский староста решил нанять двух человек чтобы носить воду из источника на вершине горы через долину в деревню а плата за труд зависела от количества воды доставленного в деревню павло и бруно с энтузиазмом принялись за работу каждый день с утра до вечера они таскали ведра от источника в деревню они делали свою работу упорно и трудолюбиво но каждый вечер когда возвращались они домой они делились своим дневным заработком но через какое-то время бруно был доволен своей работой и деньгами которые он зарабатывал он был уверен что если он будет работать так в таком же режиме дальше то он быстро придет к осуществлению своей мечты но бруно решил что для этого для того чтобы увеличить свой заработок нужно взять ведра побольше чтобы всякий раз приносить больше воды он рассчитывал что возросшие доходы вскоре позволят ему купить корову дома которым он мечтал а вот павло был недоволен и под конец каждого дня у него болели спина руки он чувствовал себя измутанным и павло стал искать какой-то более легкий способ заработать больше и однажды ему в голову пришла такая классная идея он представил себе как он построит водопровод чтобы доставлять воду из горного источника в деревню и этот водопровод позволит ему доставлять больше воды в деревню не таская ведра туда и обратно и вскоре он загорелся этой идеей и приступил к планированию он поделился своей идеей со своим другом бруно предложил ему присоединиться к работе строить водопровод но бруно решил что эта идея бессмысленна что пока они будут это все планировать и делать то ну как бы время уйдет а деньги ему нужны сейчас вот и тогда вместо того чтобы помогать павло бруно решил приобрести бедра побольше стал носить воду быстрее он был уверен что этот способ позволит ему заработать больше денег пабло решил строить свой водопровод в одиночку он конечно понимал что у него будет ну не так легко это ему будет сделать одному и уйдет немало времени на то чтобы построить этот водопровод пабло знал что на работу на постройку уйдет несколько лет но он сконцентрировался на своей идее и каждый день он работал и продумывал свой план а его друг бруно он продолжал таскать ведра и уже он ведра побольше купил вот и в то же время его доходы стали уйдваиваться он уже купил корову большой дом его жизнь изменилась теперь он проводил больше времени после работы отдыхал наслаждался тем что давал ходил тратил свои деньги но бруно осознавал что из-за тяжести бедер которые он носил каждый день его спина сутулилась и легко освоилась и тело истощилось вскоре он стал носить все меньше и меньше воды из-за того что его здоровье все ухудшалось и ухудшалось месяц за месяц им пабло работал вскоре прошел год затем еще один и постройка закончена была то есть если раньше над пабло все люди которые смотрели за тем как он строится смеялись но сейчас они поняли что он пришел к своей цели он добился а то что хотел он исполнил свою мечту и теперь к нему денежки текли уже рекой как вода вот то есть это очень классно что он вместо того чтобы таскать ведра сделал свои доходы уже пассивными то есть он теперь ничего не делал а водопровод работал на него вот точно так же и в нашей компании мы можем какое-то время вот за полгода в принципе реально хорошо поработать и получать своего рода пенсию в то время как люди работают на основной работе и из месяца в месяц получают одни и те же доходы которые получали и пять лет назад и десять лет назад то есть они если увеличиваются то ненамного вот и давайте теперь перейдем к бонусам и премиям которые у нас есть от компании которые мы можем получать вот на уровне директора нам компания как я уже вам говорила нам компания платит тысячу долларов это чисто премия помимо вашей заработной платы которую вы получаете на уровне старшего директора вы получаете полторы тысячи долларов а на золотом директоре вы получаете две тысячи долларов старший золотой директор получает три тысячи долларов сапфировый четыре и на уровне бриллиантового директора вы получаете уже шесть тысяч долларов а вот такие классные возможности где есть такая зарплата Да, правильно, Кирилл. На какой работе мы можем получить такие деньги, работая, ну то есть нам проработать нужно будет там не год и не два, чтобы мы получили такие классные деньги. Вот и помимо того, что компания платит нам премии, у нас еще есть возможность получать бонусы. За каждого директора мы получаем 4%, то есть можно вот просчитать, то есть если у вас отделяется вот группа 7500, мы умножаем на количество одного балла, умножаем на вот эти 4%, то есть за каждого директора вы еще получаете, помимо вашей зарплаты, помимо премии, которые вы получаете, еще вы получаете 2,268. То есть вроде как 4%, ну как бы кажется не так уж и много, но поверьте мне, что это совсем не маленькие деньги будут, потому что директоров у вас будет уже потом намного больше. Вот это будет очень классная возможность, очень классные доходы. Потом за бонус, за золотого директора мы получаем 2%, вот, за сапфирового директора мы получаем 0,5% и бриллиантовый директор это 0,25%. Кажется, вот, ну как бы не так уж много, но поверьте мне, это очень классные, очень хорошие возможности, очень хорошие доходы. Как вам такие возможности? Я считаю, что это классно, да, это очень даже классно. И давайте вот сделаем такую сравнительную характеристику, с какой компанией выгодно работать. То есть вы понимаете, что компания нам платит за товарооборот. И чтобы создать товарооборот в каждой компании, чтобы компания выплачивала 1000 долларов, 1000 долларов это где-то вот в среднем 25 тысяч гривен. Это уровень, ну вот в нашей компании это уровень где-то золотого директора. То есть, чтобы нам компания выплатила 1000 долларов, в компании Арифлейн нам нужно сделать товарооборот на 5000 долларов. Вот, то есть, смотрите, в компании Арифлейн есть 5000 долларов. Если рассмотреть остальные компании, то чтобы в других компаниях нам выплатили доходы 1000 долларов, нам нужно выйти на 22 тысячи долларов, товарооборот сделать такой, в компании Мэри Кей 11 тысяч долларов, в Эйване 16, в Ермолай тебе 20. То есть, с какой компанией нам будет легче работать? Чтобы нам компания выплатила, да, не лично, а именно по команде сделать товарооборот вот такой. То есть, намного проще, я считаю, намного легче сделать такой товарооборот именно в нашей компании. Напишите, пожалуйста, как вы думаете, чтобы компания вам заплатила доход в 1000 долларов. Да, 75 человек по 100 баллов. То есть, это очень классная возможность работать именно в нашей компании и получать такие классные доходы, ну, как бы не сильно переутруждаться, потому что в других компаниях придется сделать, ну, немножко больше. Лучше и легче в Арифлее. Правильно. И теперь давайте поговорим о том, как сделать 150 баллов личных. Я делаю с легкостью не меньше 200 баллов. И я считаю, что это очень легко. Если вы попробуете, то у вас все получится. Почему? Потому что у нас очень большой ассортимент продукции. У нас есть такая классная серия, как Wellness. Вот. То есть, можно заказать коктейли или витамины, или внутрикомплекс для волос и ногтей, или супчики у нас есть. У нас есть очень классная детская серия. Вот. Я ее очень люблю, своим дочечкам заказываю. И витамины, и нашу омега-3 рыбий жир. То есть, это очень классная возможность. Если вы просто закажете вот эти все продукты для своей семьи, то у вас уже получится не меньше 150 баллов. А если взять еще те продукты, которые вот по... Ну, средства для личной гигиены, по уходу за телом, то есть, начиная от мыла и заканчивая гелями для душа, то есть, что-то добавить из этих серий, то у вас получится все 200 баллов с легкостью, а то и больше. Еще есть у нас очень классная новая инновационная серия. Это серия Novage по уходу за лицом. Очень классная возможность, что здесь можно подобрать по возрасту серию. Можно взять и 25+, и 35+, и 45+. То есть, какая вам по возрасту серия подходит, то вы себе и приобретаете. То есть, это можно сделать с легкостью, быстро, удобно, получить качественную продукцию, пользоваться ею и радоваться. Я очень люблю нашу продукцию. Я думаю, что если вы еще не пробовали ее, вы попробуете и тоже будете довольны на 100%. И вот такие вот заказики я делаю. То есть, как я вам сказала, не меньше 200 баллов у меня получается, но я делаю именно не один раз. Вот я 122 балла сделала. То есть, 1, 2, 3 раза в каталог я делаю заказы, у меня получается и 200, и 300 баллов. Вот, поэтому рекомендую. Вот такой вот заказик. Вот, поэтому имейте в виду, пользуйтесь, экспериментируйте, пользуйтесь новиночками, если кто-то что-то не пробовал. И вам все будет нравиться на 100%. И еще хочу сказать о том, что у нас в компании есть такие классные возможности, как путешествия. Причем мы можем на уровне менеджера попасть за счет компании на золотые конференции, менеджерские конференции. Вот у нас в прошлом году была конференция в Египте, в этом году будет в Анталии. Вот, поэтому, если вы выполняете условия, вы ставите свои мечты и цели, у вас все получается, вы бываете на таких классных путешествиях, на таких классных мероприятиях. Лестница успеха у нас очень большая. Вот, как вы можете видеть, это уровень директора, старший золотой директор, еще есть у нас такой уровень золотой директор, старший золотой, сапфировый, бриллиантовый и так далее. То есть очень она большая лестница успеха, поэтому, если вы будете амбициозны, целеустремленны, будете ставить свои цели, высокие цели, будете идти к ним, то у вас будет все получаться, и вы будете выходить на те уровни, которые вы запланировали. Я вам это желаю. И хочу закончить свой вебинар вот таким вот классным высказыванием. Нужно верить в себя. Создаем мы сами свое будущее. Если мы думаем позитивно, будем сами собой, помогаем другим и не боимся успеха. То есть все в наших руках. Если мы ставим цели, идем к ним, то все у нас получится. Я вам желаю, чтобы все ваши мечты, цели и желания сбывались всегда. Я думаю, что я вам сегодня все рассказала, что вопросов у вас нет, если какие-то вопросы будут появляться, пишите, пожалуйста, в наших чатах. Буду рада помочь. Рада была сегодня с вами пообщаться. Всем спасибо. Всего доброго. Приятного вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...